Беда все же не пришла одна. Хоккейный Алтай рискует остаться без зрителей. Оказалось, современная Карандин-арена, где сейчас базируется клуб, не соответствует антитеррористической безопасности. Такой вердикт вынесли правоохранители Барнаула после проверки площадки. Целый перечень требований прописан в приказе МВД России с номером 1092. Там указано, что должно быть на стадионе, чтобы он был безопасен как для болельщиков, так и для персонала. К примеру, средства по обнаружению взрывчатых веществ. Его, как и других технических устройств и комплексов, в наличии нет. Скорее всего, клуб будет вынужден остановить продажи билетов. Устранять нарушения, по словам директора Алтая Дмитрия Чкалина, команда будет совместно с управляющими Карандин-арены. Правда, на это потребуется время, до сих пор не ясно, смогут ли присутствовать болельщики на ближайших домашних матчах 1 и 2 ноября. Так как у нас дворец открылся вот этот недавно, частично перечень уже имеется. Это остаться без дополнительного игрока, равносильно играть в меньшинстве. Мы же играем для болельщиков. Напомним, ранее хоккей на Алтая после закрытия родной площадки Дворца зрелища спорта остался в буквальном смысле на улице. Именно тогда красно-синие потеряли большую часть поклонников. Малая вместимость Карандин-арены и транспортная удаленность отпугнули многих поклонников этой игры.